приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сейчас сезон шашлыков а как же шашлыки без лаваша но речь пойдет не не лаваше в том смысле такой большой плоский блин а грузинском хлебе шоти или он еще называется шоти пури но мы его привыкли называть шоти наверное в каждом городе и наверняка в вашем городе тоже есть такие лайки на которых написано грузинская выпечка или грузинский хлеб там где зачастую именно выходцы из грузии пекут вкуснейший хлеб шоти продолговатый хлеб который в грузии традиционно печется в тандыре в такой круглой печи в копаной землю кстати пекут его большинстве своем женщины вот мы сегодня сами собираемся на шашлыки если честно захотелось лавашика и вот решили не покупать лаваш в этот раз мы мы так называем как бы наверняка очень многие пытают грузинский хлеб шоти называют грузинским лавашом или просто лавашом но не знаю как правильно ну правильно в принципе знаю это хлеб но по традиции будем называть ваш лаваш его так вот захотелось лавашика нам и мы решили с вами тоже поделиться этим рецептом и так для приготовления нам понадобится мука теплая водичка температурой 36 градусов сахар соль хлебопекарские дрожжи и оливковое масло в первую очередь надо приготовить опару я щас покажу вам как это сделать вот вкус хлеба шоти у меня ассоциируется запахом именно вот таких вот не сухих а вот влажных либо пекарских дрожжей мы пробовали делать сухими дрожжами вот не получается того аромата как-то с такими влажными разминаем дрожжи добавляем сюда водичку и теперь хорошенько их вот так вот кашу наши делаем каша монаша сделано добавляем остаток водички сахар полностью растворяем и ложечку муки сюда все это хорошенько размешиваем и теперь надо опару поместить теплое место температура теплого места должна быть ориентировочно 30 градусов смотрите есть два лайфхака если у вас в духовке нету функции расстойки теста первое просто включаете духовку на полторы минутки в ней набирается температура и ставите туда опару на полчаса 25-30 минут второй вариант микроволновку чашку с кипятком и ставите туда опалу в данном микроволновку не включаете она просто работает как термос но опять же таки на 25-30 минут друзья через 25 минут начнем делать шоке пара готова видите как она поднялась чик ухты как сырочек так добавляем соль а то потом все будет возмущаться что длинное видео добавляем соль и размешиваем ее аккуратненько дана делать чтоб не сильно его отправляем тесто часть муки и вот так вот его перемешиваем оставшуюся муку и кстати друзья мы вооружились миксером для замешивания теста вооружились миксером со специальными насадками для вымешивания теста поэтому будем вымешивать не руками а миксером для нашего тестомеса это ну очень маленькая порция поэтому его не используем начиная вымешивать тесто с помощью миксера где-то через минуту отправляем в тесто 3 столовые ложки растительного масла но в данном случае мы используем оливковое и лучше лучше конечно оливковое может кукурузная но самую уже последнюю очередь конечно подсолнечная после того как ввели тесто в тесто масло вымешиваем его в течение пяти семи минут с помощью миксера через пять минут тесто замесили он такое вот она достаточно густое получилось но не крутое друзья теперь надо дать ему подойти накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем уже в известное нам теплое место пусть тесто подходит при температуре 30 градусов ну плюс минус естественно 30 градусов в течение часа полутора но мы ориентируемся на часто как у нас в духовке поддерживается такая стабильная температура 30 градусов надо смотреть по тому как она будет подходить надо чтобы тесто полностью заполнила всю вот эту вот емкость тогда процесс можно сказать что завершён то есть вот таким образом его ставим в теплое тесто и минимум час максимум полтора она сто процентов подойдет бывает пленкой война бывает война да кстати используем растительное масло для того чтобы руки как сказать смачиваем растительным маслом для того чтобы тесто сильно не прилипало к рукам и нам удобно было с ним работать вот такими вот движениями обминаем тесто оно сразу же скукоживается хотел сказать под нежными женскими руками скукоживается потом подумал что глупость какая-то наверно в общем обминаем тесто лепим колобок и теперь друзья нам тесто надо разделить на порционные кусочки то есть наша порция наш рецепт рассчитан на три хлеба шотти поэтому соответственно тесто делим на три кусочка из каждого кусочка лепим вот такой вот колобочек и оставляем его при комнатной температуре на 15 минут чтобы она второй раз подошло немножко отдохнула то есть уже в теплое место ставить не надо ну естественно если у вас комнате градусов 20 через 15 минут давайте приступим к формированию шотти надо сказать что мы включили духовку чтобы она резать разогревалась до температуры 230 градусов противень у нас застелен тефлоновым ковриком если нет тефлонового коврика кстати очень удобная штука для запекания на алиэкспрессе продается по моему 80 центов то тогда используем вместо него пергамент для запекания формируем вот такую вот колбасу и на самом коврике и и краям вот так вот ну края остаются вернее суженые а серединку растягиваем вот такой вот хлебушек а форма этого хлеба обусловлена тем что ну вот когда его в грузии выпекают в этом тандыре его в первую очередь для того чтобы прилепить к стенке тандыра накладывают на специальную такую тканевую как сказать подушку да которой потом вот так вот берут этой подушкой хлеб и чик прилепляет к стенке тандыра и он получается такой формы мы же эту форму формируем специально чтобы ну чтобы у нас получилось скажем так реплика что получилось похоже на шотти но также люди делают в ларечках вот там где продаются грузинский хлеб они что же не в тандыре выпекают а просто в обычных духовках тут главное конечно тандыр придает своего кайфа этому хлебу но конечно главное его вкус и вот его форма отправляем шотти в духовку разогретую до температуры 230 градусов время выпекания ориентировочно 15-20 минут для того чтобы сказать вам точное время я включаю секундомер и засекаю время сколько он у нас будет выпекаться когда выпекание закончено мы покажем вам естественно какой он должен иметь вид потому что ну очень много зависит от духовки и вот я всегда говорю на то время которое я засекаю надо не ну не рассчитывать очень сильно она примерное потому что зависимости от того как греет духовка какая толщина теста время может немножко меняться потому что поэтому ориентировочно так а точно мы вам покажем когда он будет готов выпекание шотти заняло 16 минут и вот посмотрите какой у нас хлеб получился просто замечательный по внешнему виду он должен быть не сильно подрумяненный то есть вот смотрите он такой ним не должен быть сильно запеченный сейчас я покажу поближе хлеб покрывается корочкой и при постукивании издает характерный звук значит он готов друзья осталось подождать чтобы он чуть-чуть остыл и продегустировать его а вообще уже можно ехать на шашлыки с этим чудесным грузинским вот как мы его привыкли называть с грузинским лавашом естественно после запекания после выпекания вернее выкладываем хлеб на полотенце ни в коем случае не на клеенку и не на металл потому что он выпадет сразу же от холодной поверхности выпадет конденсат и хлеб намокнет вот такая красота у нас друзья получилась пахнет она просто божественно и хотел бы сказать покажем разрез но в этом хлебе разрез не уместен этот хлеб рвется вот таким вот образом посмотрите какая красота просто сюда шашлычка или люля-кебаба он имеет такую классную твердую корочку немножко хрустящую и очень такой пушистый внутри ну сейчас я попробую и расскажу о моего вкусе раньше всегда когда мы покупали этот хлеб когда не пекли его сами а когда покупали его его продают сразу же помещают такие бумажные пакеты обычно его продают горячий и вот в этих лайках о которых я говорил грузинская выпечка грузинский хлеб этот хлеб не зареживается он всегда горячий из печки по крайней мере у нас киеве в нашем селе тоже есть такой ларек всегда стоит очередь и чуть ли не ждут повар его достает ну пекарь достает из печки и сразу же по кулькам и разбирает так вот я всегда пока доезжал от ларька до дома вот эту вот горбушечку сгрызал и у нас получался уже обгрызенный хлеб во-первых он божественно ароматный просто во вторых хрустящая корочка вот она реально хрустящая в то же время совершенно нежная нежная мякоть хлеба но друзья этот хлеб предназначен вот вот он такой когда у вас тарелка шашлыка или ля кебаба там мясной сок и вот этим хлебушком этот сок можно вымокать это получается просто класс также кетчупа можно зачерпнуть вот так вот ломаем кусочек какого-нибудь соуса тут мяско а тут рюмочка но это так уже зафантазировал я щас не остановлюсь и весь его сужу друзья с удовольствием вам представляем рецепт замечательного хлеба шоти грузинского хлеба или грузинского лаваша как мы его часто называем рецепт как видите очень удачный и поверьте а вот сейчас как раз я знаю все ездят на шашлыки сейчас сезон не покупайте в магазине один раз не покупайте этот лаваш а испеките сами занимает ну буквально полтора часа времени никаких особых навыков не надо ну практически ничего не надо соль вода вы видели дрожжи и и получается вот такая вот ароматнейшая изумительная красота поэтому желаем вам чтобы у вас шотик получился друзья если есть какие-то вопросы по поводу рецепта задавайте их в комментариях с удовольствием на все комментарии отвечаю вообще очень дорогие подписчики люблю с вами общаться на этом будем заканчивать естественно как обычно там колокольчики нажимаете подписывайтесь на канал пальцы вверх ставьте если что-то понравилось а мы с алисой будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока